Дисклеймер. Данное видео не советуется к просмотру людям с повышенной светочувствительностью, так как содержит в себе мерцающее изображение, громкие звуки и другие тревожные фичи, способные спровоцировать неприятные последствия для впечатлительного зрителя. Остальным я желаю приятного просмотра. Я за этот 2024 год собираюсь нарисовать 13 фанарфов и составить большое видеоэссе по этому альбому к концу этого года. Что ж, я устала слушать одни и те же видосы про извечные конфликты в арт-комьюнити, и куча просто видосов выливается в рекомендации. И я постоянно нахожусь в поисках какого-нибудь спокойного видоса о каких-то более-менее нейтральных темах, или наоборот, о самых любимых вещах автора какого-нибудь арт-канала. О чем сейчас будет идти речь? Потому что вы, собственно говоря, наблюдаете спидпейнт, который буквально иллюстрирует дальнейшее мое повествование, о чем я буду сейчас толковать. Что ж, это было отпрометчиво заявлять, что я буду делать по одному очень энергозатратному фан-арту раз в месяц по альбому Take Me Back to Eden. Это был свой челлендж, который просто с крахом провалился. И у меня после этого появилась более подходящая и ресурсозаберегающая альтернатива для прокачивания скилла. Это просто совмещение моих двух любимых вещей, просто наилюбимейших. Я не знаю, что у меня из этих двух вещей самое любимое, но это вот получается главное. Динозавры и слептокен. Меня, кстати, зовут Виктория, и я гораздо чаще публикуюсь в своем телеграм-канале, а на ютуб выкладываю видосы раз в пятилетку из-за дефицита спидпейнтов. В моем телеграм-канале вы можете найти разнообразный контент от любительского поля арта, не претендующего на какой-то супер-бупер-мега-реализм, потому что я не похожа на какого-то лютого биолога с каким-то образованием. Мне просто нравится рисовать всяких древних чудовищ и все. И еще я там рисую моих любимых музыкантов, в том числе слептокен и многих там других, ну и просто там человечка всяких разных. Так вот, возвращаемся к ролику. Слияние двух гиперфиксаций мне показалось наиболее оптимальным для меня решением, так как динозавры это моя зона комфорта. И, собственно говоря, я имею представление, как их рисовать. Фан-арты на обложке песен меня застопорили тем, что там очень сложные для рисования образы с огромным количеством материалов и текстур, которых мне никогда не приходилось изображать прежние. Там, получается, золото, всякие там, рыцарская броня, какая-то механика, какие-то там еще роботы, я не знаю, там совсем немного всяких роботизированных шняк, но это сложно, и я такого никогда раньше не рисовала, и, соответственно, это еще одна причина, почему вот эта вот идея с фан-артами провалилась. Также я требовала от себя в этих фан-артах большую работу с рендером и детализацией, на что ушло бы огромное количество времени, а я сидеть неделями за одной и той же работой не люблю, отчего у меня. Очень много в папках с digital-артами, да и вообще в скетчбуке, лежат куча незаконченных работ, которые застряли или на этапе скетча, или на полпути, вот, и они обречены на извеченную недоделанность, как-то так. Так вот, как я пришла к данной идее слияния двух гиперфиксаций? Все началось с дурацкого скетча с веслозавром. Я не помню, почему я решила нарисовать весло в виде динозавра, но вроде бы из-за того, что я хотела сделать внушительную по размерам фигурку из полимерной глины. На тот момент я тщательно подбирала ему конкретный вид, вид динозавра имеется в виду. За основу я брала более ранний образ весло, а если бы точнее, то образ с закрытой маской, которую можно было увидеть в клипах Alkaline и The Love You Want, а также в нескольких фотографиях с фотосессией. Эти песни из альбома This Place Will Become Your Tomb тесно связаны с морской тематикой. Поэтому была мысль сделать весло в виде одного из зоброптеригей, ихтиозапромурфов или мазозавров. Если что, никто из перечисленных семейств динозавром не является. Просто потому что. Несколько позже мне вздумалось перевести внимание на... А у меня тут написано в сценарии семиакватик виды, но я же ведь не могу вписать туда земноводные, потому что земноводные, это в первую очередь в нашем представлении это амфибии. А я имею в виду конкретно тех животных, которые прекрасно себя чувствуют как в воде, так и на суше. Там по типу каких-нибудь выдр, это же ведь не земноводные, а ну конкретно вот в англоязычной терминологии это называется семиакватик спинсис. И в первую очередь мне вспомнились спинозавриды. По логике я должна была выбрать вид Брионикс, так как он был обнаружен в Великобритании, где сформировалась группа Слиптокен. Однако мне не нравилась форма черепа у Брионикса, потому что он более такой укороченный, и у него нос такой вздернутый вверху. А если посмотреть на вот эту вот маску Весела, то у него получается вот такой вот, так скажем, горб какой-то на носу, и он уходит подбородком вниз куда-то. И поэтому я предпочла выбрать африканского родственника Брионикса Зухамима, так как его череп наиболее подходил по форме маски Весела. А также потому что Зухамим крупнее Брионикса. Брионикса где-то ну там метров от 6 до 8, я не помню точно сколько. А Зухамим, он где-то под 11 метров дорастал. Вот. И, собственно говоря, а почему же не сам спинозавр? Да потому что я не имела представления, что делать с его парусом на спине, так как у Весела не было таких атрибутов, которые я могла бы интерпретировать. А для наиболее интересного концепта я взяла нынешний образ Весела, который появился на концертах с первых синглов альбома Take Me Back To Eden, потому что он обогащен узнаваемыми и разнообразными деталями. И помимо Весела, я подбирала виды динозавров для других участников групп. Благо с наступлением новой эры они обновили маски и тем самым приобрели индивидуальность внутри группы. Но это же ведь реально всяко лучше одинаковых тряпочных масок и однотонной одежды с еле-еле заметными отличительными атрибутами, из-за чего их можно было легко спутать. Опираясь на англоязычные статьи в Википедии, я искала эти виды динозавров, что сосуществовали с Зухамимом на территории его обитания. Второго, то есть барабанщика, я хотела изначально оформить себе подвид Cryptops, но это обелизаврит, а у обелизавритов такие маленькие, коротенькие ручечки, такие прям обрубочки, что это было бы оскорблением для такого виртуозного барабанщика, как второй. Поэтому я поменяла вид с Cryptops на Eo Carcari, которыми изначально должны были быть гитаристы третьей и четвертой. Однако я прошерстила статьи еще тщательнее и приняла решение, что я их обоих интерпенсирую под вид Кракородонтезавра. Я не стала давать этим двоим разных видов динозавров, так как они сами по себе друг на друга похожи и они часто тусуются друг с другом на сцене. Пока имеются только скетчи остальных ребят, и их спикпейнты будут далеко не скоро. Однако над вторым, над барабанщиком, идет процесс работы. О самих гиперфиксациях я бы поговорила в других видосах более подробно со соответствующими тематическими или не очень тематическими спикпейнтами, потому что не хочется растягивать видео на полчаса, а то и больше. Тем временем, ролик подходит к концу. Напоминаю вам о своем телеграм-канале, если вы хотите следить за моим творчеством. Там вы, кстати, можете почитать комикс про Диафазавра, за которого я отвечаю в Диноавске. И комикс пока что в процессе. Я думаю его закончить, потому что в будущем я хочу взяться за другие проекты и, может быть, за другие комиксы по динозаврам, вот. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok